Краевые и городские власти встретились с красноярскими предпринимателями. Какие вопросы волнуют бизнесменов сегодня, узнавала Юлия Чупрова. Дмитрий знает все о производстве изделий из резины. Продолжает дело отца, которое тот начал еще в 80-х. Рассказывает, долгое время приходилось арендовать площади для производства. Только 6 лет назад приобрел собственное помещение. Компоненты для изделий собирает по всей стране. Процесс изготовления деталей очень трудоемкий. Каучук, техноуглерод, сажи и более 20 химических элементов перемешиваются до однородной массы, из которой потом в дальнейшем формируется готовая деталь. На ее изготовление уходит до 4 часов. Планы у завода амбициозные, но воплотить их в жизнь своими силами трудно. Приходится брать кредиты. В планах расширениях у нас есть цель купить оборудование, позволяющее делать более габаритные детали. По данным статистиков, лишь 20% малых предпринимателей занимается производством промышленного оборудования. Остальные задействованы в основном в торговле и обслуживании транспортных средств. Малые и средние предприятия сегодня – это двигатели рыночной экономики, от которых во многом зависит развитие страны и региона. Понимают это и руководители региона, поэтому ежегодно встречаются с местными бизнесменами. На этот раз на встречу Краевого союза малого предпринимательства пришли более 500 человек. Предприниматели презентовали свой проект «Продукты Красноярия», цель которого – продвижение местных брендов и повышение доступности продуктов для потребителей. На встречу с краевыми и городскими властями предприниматели задавали самые разные вопросы. Мы по поручению губернатора разработали законопроект, причем, я подчеркиваю, он разрабатывался в тесном сотрудничестве с основными общественными союзами предпринимателей. Этот законопроект как раз и призван на уровне края сформировать такой регламент, который всем муниципалитетам задаст рамки по срокам, по регламенту подготовки соответствующих договоров, по порядку размещения этих объектов. Бизнесмены итогами встречи в целом остались довольны. Мы осветили те важные и больные моменты для предпринимателей, которые существуют в городе Красноярской и в Красноярском крае. И я думаю, что, наверное, решение будет найдено в ближайшее время. По итогам прошлого года финансовую поддержку уже получили более полутора тысяч предпринимателей, а образовательную и информационную – более десяти тысяч.